Итак, коллеги, мы начинаем сегодня сельмой 151-го всего и 21-го этого года заседания у нас педагогного семинара. Василий Дмитриевич Великольный из Института прикладной механики нам расскажет про ударные волны. Подробнее этого еще он сам скажет. Я пускаю, как обычно, инвестор со списком и объявлю тему следующего семинара. В следующий раз у нас будет докладчик с биофака МГУ Владимир Леонидович Ваейков. Тема такая, возможное участие, кавычка «открывается горение воды», кавычка «закрывается биоэнергетик». Что это такое, до конца непонятно. Насколько я понял из аннотации, речь идет о том, что в присутствии гидрофильных поверхностей вода в себе идет иначе, чем в их отсутствии. И, в частности, за счет некоего прилипания воды к поверхностями на протяжении достаточно длительного времени может выделяться некоторое... Значит, ну опять-таки, я не буду задержать перед докладчиком, пущу по рядам объявления о следующем семинаре и передам слово Василию Дмитриевичу. Ну что, могу начать? Да. Ну так как получилась техническая накладка, почему-то все секстовые файлы не перешли в этот компьютер, тогда слова не выращиваются. Вот наклад называется «эффекты поступательной неравновесности в гарных водах». Ну что такое поступательная неравновесность? Ну поступательная степень, я не знаю. Здесь это давно, как бы, летало, не возникло из экспериментальных работ. То есть было замечено, что взрывчатка ведет себя при воздействии ударными иголами, ну как бы не подчиняется, скажем, детонация закону о рейне. Мы, наверное, на первом курсе все же проходили, что константы скорости реакции – это в степени Н, кондреспондент, где, наверное, реактивация на карту. Ну, тут же проходили. А там где стоит степень, да, определенная? Ну, вот не в степени. Нет, там в начале танты стоит тоже. Текст степень менее, ну, такое… Ну, увеличится. Закон о рейне, обобщенный. А это… А это… Чистый только экспонент. Да, это экспонент. Это не только… Ну, более обобщенный закон о рейне – в химии вот так. Вот экспонент – это такая… Ну, что… Слушайте, вот, с 7 до 6 минут без этого экологического зависит от меня не было. В общем, интуитивно более-менее понятно, что там личная температура на инсталии, на той же степени Н может происходить, например, отклонность. Да, 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 там скорость относительно. Ну, там жизнь, она же более сложная. Закон о рейне действительно изначально только отклонение константы. А отклонение какое? Ну, по-разному бывает. Одна, вторая. Потом даже в дробной степени. То есть это зависит от реактора вытранной структуры сталкивающих. То есть структура формулы та же самая, но показатель при Т не такой, как по дробной. Ну, да. То есть это эмфемическая зависимость обобщенная и закон о рейне. Вообще. Ну, это стандарт. Сейчас я ничего здесь не приду. В любом учебнике физической химии. Химия это существует. Ну, вот. Ну, и было замечено, что джерчатые вещества не подчиняются при воздействии дарных лоб. Закон о рейне. Это работа Дрюмина. Черноголовские шкода занимаются с рычаткой. И он это делает под древом. Ну, так же было замечено, что, допустим, ионизация арглона, так же аномальными идут, казалось бы, МАХ-шестерка. А у арглона порох ионизации 15 электронов будет. А при МАХ-шестерке 3000 градусов за ударной волной. Ионизация, то есть, по которому заработали, не могло и не успевать. А получается конечный вариант. Это эксперимент Залосева. Институт механики МГУ. Потом черноголовки так же делали. Группа МАХ-шестерка. Частично там за бугром, за границу уехали люди, которые начинали здесь заниматься. Ну, частично здесь. Это черноголовки делали. Тут так же. Потом есть группа Вафтали, которая занимается эффектами поступательного горловиста. Ну, несмотря на то, что, собственно, эти эффекты существуют в газах, в плотных газах, в плазме, в твердых телах, в жидкости. Ну, казалось бы, на полфакту, ну, вот, вышла дискуссия среди ученых, так как ширина фронта ударной волны очень маленькая. И долгое время не удавалось, ну, зафиксировали этот эффект, эффект фосфакту. То есть, как по проявлению, допустим, сокращалось время индукции цепных реакций. Что такое время индукции цепной реакции? Цепная реакция, вот, не сразу она начинается. А перед тем, как происходит древень, ну, ее инициируешь, есть задержка. Ну, вот, скрытый период, называется, реакция. То есть, она не сразу цепная начинается. А если какой-то скрытый период, она разгоняется, нарабатываются радикалы, и после этого происходит взрыв. То есть, как вирусная инфекция, по-моему. Ну, да, то есть, потихонечку она там развивается, но она только раз в пиратуре металлической. Ну, то же самое, похоже, есть цепные реакции. И так же много было этих экспериментов, но в самом фронте, из-за того, что не совершенно было оборудование, измерить нельзя. И только вот, буквально год или два года назад, эта группа Академика Форта, вот, приятель, там, экспериментатор, Валерий Зибборов, удалось развакуумировать ударную трубу достаточно. А фронт ударной волны, это, как бы, автомателик. То есть, получается, там, отношение фронта в длине свободных пробегов, лично постоянная для разных локусов. Если вакуумировать достаточно, то ударную волну можно растянуть, более широкую сделать, и тогда разрешимости приборов достаточно, чтобы померить вот эту поступательную неравновесность и, по-моему, примерно масштаб. Ну, длина, длина своей, в однокомпонентном газе, чтобы вы представляли, масштаб, это две-три длины свободного пробега, вот происходит шесть. Ну, а у вас вот в воздухе-то как? Длина 10-5 сантилетра. То есть, это такие масштабы. 10-5 сантилетра. Такая широкая волна, да, примерно? Ну, да, похоже. И поэтому влезть туда очень круто. Поэтому, ребятам, надо еще два волна, сколько их растягивали. Ну, это сколько уж вы сможете. А в экспериментаре, что реально? В экспериментаторе мерили излучение и ионизацию. А ширина не похожа в стабиле? Ну, я вам сейчас скажу, да, мне не так все просто. Они сделали в экспериментаторе, чтобы, во-первых, вакуумировали, а во-вторых взяли, второй несущий компонент был гелий, а второй компонент был феррун-СО-6. Тяжелый элемент, который там, в отношении масс, там известно, что если легкий компонент носитель, я бы потом, не знаю, это показал, все картинки, все эксперименты, если смесь легкого и тяжелого компонента, то наблюдается очень сильное разделение концентрации по фронте. И у тяжелого компонента получается длина свободного пробега не 2-3 длины, а 50 стул. То есть ширина. Поэтому, если тяжелый компонент реагирует, тяжелый с тяжелого, то можно тогда влезть в измерительный оборот. А мерили там, они мерили ионизацию, там тоже была аномальная высокая ионизация, где-то там порог, ну там, у карбонила железа и карбонила мерилдена там реализация поменьше, чем уголовный газ, ну там где-то 8 электрон вулт. Но все равно там махи были, то есть что такое число маха? Число маха – это отношение скорости ударной волны к скорости звука. То есть мах там, к химу его там где-то тройка, 3,5. Это означает, что где-то температура за фронтом где-то 800-1000 градусов, а ионизация 8 электрон вулт. То есть получается эффективная энергия должна быть порядка 80-50 градусов. Ну и после того тут даже такая детективная история, там, ну в общем там борьба ученых, кто-то признавал, не признавал, пока не было этого эксперимента. Ну и Фортов сам сомневался там, что-то так было. И когда он летел в Герланию на самолете, ему Вабик дал эту статью почитать, он не мог долететь до Германии, сразу прилетел и улетел на публикацию. Вот первая работа, которая появилась, потом еще последующие пути работ, они повторили эти эксперименты, что это вот реально существует. А я сейчас покажу. Ну, в принципе, я-то в их группе, я только двух ипостасей, как и теоретик выступает, и, ну, работает, и как эксперимент. Вот, мне повезло. Ну, в данной группе я работаю как теоретик. Он приглашает, и я в этой группе восстанет, а он работает совместительно. Ну, работаю как теоретик. Вот. Ну, собственно, что вот я конкретно там сделаю? Ну, в общем-то, проблема так же была, что вот теоретически, ну, давалось бы эти эффекты поступать на неравновесие, влияние вот этого неравновесия по химию. Ну, все интересно, где химия, в практике, это цепные реакции, затем реализация, либо взрыв, ну, где вот это реально? Вы понимаете, цепная реакция тут почему-то? Фронт там маленький, идея, да? Много там доработится, не может. То есть сказать, что на этом принципе сделать какой-то реактор, наверное, сложно. Либо там надо ударную лому с высокой частотой. Нет, я об этом расскажу. Потому что ученые, то есть ученые пока спорили Академию наук, если эффект или нет, а в Калуге люди уже и в Тианике сделали реактор ударного на этом принципе. Они не знали, что этот принцип и сделан, и работает. А мне просто из Государственной премии, да? То есть Государственной Думы дали на рецепт, там на Госпремию собирались придавать, но мне попалась, повезло, попалась эта работа на рецепт. Ну, ладно. Собственно, я чтоб не сумбурно, вот наиболее интересные вот такие эффекты проявляются в газовых смесях. В чем это проявляется? Даже без химии. Это, если масса сильно отличается, проявляется сильное разделение концентрации и парциальных температур. Причем, температура тяжелого компонента в смеси, да, она может быть намного больше, чем температура, ну, если рассматривать ударную волну как разрыв, да, то идет до и за. То есть максимальная температура должна быть за фронтой. Так вот, многокомпонентный газ, получается не так, что во фронте температура может превышать, ну, в десятки раз, чем температура за фронтой. Это интереснейший эффект, собственно, на разные температуры, на разные потенки. Да! Вот я покажу сейчас все картинки. Вот. Ну и, в общем-то, вот во фронте, самое интересное, ну, мы знаем Максвеллское распределение, кто занимается физикой плазмы, есть еще распределение Дрюбстлея. То есть она, хвосты функции распределения там выгорают. Максвелл посильнее. Так вот, в ударной волне, оказывается, энергия то же самое, но обогащается высокоскоростная часть функции распределения, хвосты. А счет чего? То есть берется часть энергии, ну, ясно, что посередине, вот если Максвелл нарисуем, то приблизительно распределение скорости. Так вот, если отсюда немножко взять, а так как молекул здесь мало, то немножко взять у всех, да, то этим же, получается, вот так, хвосты увеличить, за счет того, что, ну, что у тебя внутри, то есть там есть пословица такая, с мирной планеткой, голова не больше. Ну, получается... А как заставить передать энергию? Ну, вы знаете, вот только там, механизм там не совсем понятен. Вот вроде бы, решаешь, не задумываясь, уравнения пользу, либо, что Бёрд решал, прямым методом, я потом скажу, еще одна ингредиент, теоретически, что можно получить. 30 лет назад, 30 лет назад, когда еще Бёрд, метод Бантекану разработал, печеный такой в Австралии. но, так как у нас боролись со уже наукой, тут и гибернетика была, там продажная, империализма, генетика, что, то, естественно, мы очень сильно в то время отстали компьютеры. В США уже были тогда и в Украине мощнейшие компьютеры, а у нас их не было. Поэтому Бёрд, он просто прямой, численно моделировал. А у нас, так как было отстывание, тут численно моделировалось и самым новым. Ну, конечно, эти задачи возникли, так сказать, из потребностей космических отраслей, потому что в АТК, вот там, обтекали спутников космических кораблей, это позволило, допустим, обсчитывать сложные геометрии космического корабля, но зато уже хвосты были потери. Ну, а там и не нужны были хвосты, там надо было сопротивление считать. За сопротивление включают и хвосты, вот эта основная масса. А вот эти хвосты, они интересны из-за площадки меняют на химии. Потому что, если пороговый процесс высокий, мы увеличили несколько раз энергетических молекул. там на порядке увеличится экспонентная температура, на порядке увеличится скорость реакции. Самое интересное, что горло получило. Вот я рисую, вот хвост, он может и так идти, и так, и так. Самое интересное, что в его расчетах получено, что как бы существует громко. То есть вот, вот хвост зарастает, в ударной волне формируется не так вот, как бы повышалась, а вот, вот функция распределения, она вот такой, вернет, да еще и все такими волна, как бы стоячая затухающая волна в казовом пространстве. Вот надо ученым, молодежи, подумать, почему так получается. Вот, он прям и статистически моделируем, вкуш-куш. Единственное, что у него, вот проблема возникнет, даже на мощнейшее то время в машине, крэп, больше, энергии активации, реакции, больше 10 КТ он не мог взять. А для практики 10 КТ это неинтересно. Интересует-то электронный вольт, это где-то, получается, 30-300 КТ. Ну, то есть, понятно. Это выглядели так, будто у нас смесь газов с разной температурой. Да, вы знаете, вот получается так, в своем время Струминский, ну, я, может, Крамовый, он отказался, когда выводил вот эту систему, была теория, так давно, будем читать, система одинаковых частиц, собственно, он и говорит, ну, в квантовой механике у вас там неразличимость частиц, а в механике этого нет, он может каждую победить. Ну, когда мы уравнение гамильтона пишем, или, допустим, пишем для каждой молекулы исходную, то есть, вообще, что-то цепочка ББГК, из равнений с 100 ньютон, правильно, записываем, потом только мы отказываемся от индивидуализации зачтут, нам жизнь облегчить, мы же не можем в одном сантиметре кублической 10 в 19-й моменту попробуем посчитать. Ну, жизнь, она сложная, даже как и люди, так сказать, нет одинаковых людей, поэтому, переставил, допустим, ну, людей там, одного в Африку, другой, может, история, по-моему, 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 одинаковые, если так не считал, потому что функция распределения была не симметрична, ну, это публикация в докладах Академии наук, он, правда, уже умер там лет в 10 назад, ну, довольно такой человек интересный, ну, этот может как-то ну, ну, в принципе, он понимает, он очень интересный, в самом деле, почему-то они, ну, по-разному же, может быть, и вот так, и вот так, и вот так, и вот так, а сейчас, скажем, существует, действительно, смесь, то есть, однокомпонентный раз ведет, как смесь, с каждой индивидуальной температурой, почему так, вот, ну, возможно, инструментский был прав, ну, из первых принципов, исходил. Так, ну, давайте дальше, ну, собственно, я, тоже, решение ищу, либо, бимодальное распределение, обобщенный метод Мацмита, вот, решается уравнение, по-моему, другой, да, а следующее обобщение, то есть, там, Ленинградская школа, я бы просто рассказывал, может, по кинетической теории, решает уравнение Польсмана, там, общая теория, была в виде бесконечного ряда Максвелиалов, ну, естественно, в жизни бесконечный ряд брать невозможно, а тут, там же, моментные методы, а моментные... Бесконечный ряд Мацмита, это что-то, бесконечно много Максвелов, с разной температурой, да, да, бесконечный уровень распределения, и есть, так называемое, ну, есть единственное, точное решение в уравнении Польсмана, интерференциально, это сделан Блоболем, и Круг Ву, мы решили аналитическое решение. Это пространственно-однородная релаксация, для Максвеловских Малькум. Есть точное решение. И вот, эти люди приближенно, ну, показали, что в среднем ряд сходится, то есть, ну, теорема, есть доказательства, теорема, что ряд сходится, ну, если бесконечно. Ну, разумный человек бесконечно брать, например, беру 4, там, 5 членов, и то, там возникает проблема замыкания. Ну, я потом скажу, там, ну, серьезная кухня, что большие числа начинают со стороны. Ну, да. Ну, риса видят в угору, это самый примитивный вариант, но вообще не по сравнению с Максвелов, потому что у меня, у меня постоянные стоят вот эти температуры, не по сравнению с Максвелов, не зависит от их, как это дальше будет продвинуться. Ну, давайте, я не буду вас грузить этой кухней, это уравнение там. То есть, выделено за то, что вы ищете распределение с двумя разными температурами. Да, с двумя разными. для каждого газа я использую, то есть, у меня может быть и смесь, но для каждого компонента, я его представляю, как, каждый компонент, как два газа. то есть, температура в два раза больше, чем газа. Да, температура и скоростей в два раза больше, чем газа. То есть, лучше похоже на то, что Бёрд получил, но я просто, вот уже, используя его результат, в Монте-Карло, я при решении Бёрд. Ну, собственно, к сожалению, у меня ручки, где сука, смотрите, кажется, давайте, чтоб я... Как они сбываются над рукой, типа молекулы, это тоже механизм у меня очень нет. Как они распределяются? Слушайте, дело в том, что, вот эти домотальные распределения мешают, тупо, вот, уравнения Больцева, да, Черемесин, Аристов, они такие же горбы, только вот эти хвосты не получают, а вот эти два горба все получают. То есть, ну, берут просто, численно считают, конечных разностей, вот, ТК, они интегрированы. И как, ребят, мы касались рыков, шагов, хлопков? А как же, знаю, чьих, а как же, мы же в одной, это я сейчас отошел, потому что у них тяркость, а до этого мы же все крутились, космосом занимались, при цели, задачи, этих всех знают. Ну, вот, это сравнение, здесь, ну, что ПАСЯ? Да, ПАСЯ, вот видите, это отношение координаты, где мест в азотбром пробега. А здесь у нас... Это координаты, или что, ширина фронта? Не, ну, ширина фронта, это как определяться, берут вот так, касательные, и вот, где касается, это ширина фронта, формально. То есть, координаты, измельные, длинные свободные. А по вертикали что? А по вертикали, порция, относительно, безразмерно, да, тут всё было, частёрность, не перешло. А по вертикали, это, относительно, порциальная скорость. Это, что такое? Это скорость частицы, в ударной волне, там, вычитается скорость, за ударной волной, и делится на скорость, в набирающем потоке, вирусом за фронт. Ну, безразмерно, чтоб там, единичка. Это сравнивается, ну, я решал задачу на трёхкомпонентной смеси, кратко скажу, что на основе уравнения Польцмана, просто, ну, считать, считает, аллорайность, но она больше десятки отношений масс получить не может. А у них до этого, даже, собственно, ну, она недавно только эти результаты. То есть, это нормировано так, чтобы за фронтом волны это относительная скорость была ноль, а перед фронтом единицы. Единицы. Ну да, нормировка для того, чтобы там, потому что, если не отмонировать, то при каждом махе там надо пересчитывать. Ну, собственно, что мой подход позволяет? может быть там, какая точность, хотя, я сравниваю с Монте-Карло, очень хорошее совпадение с многотемпературным скоростной гидрогазодинамикой. нам нужно, я скажу, что занимались этим фамин для трехкомпонентов. Ну, тут трехкомпонентная смеси, а я бы, если просто решать, Фамин Сутовасия в Новосибирске, да? Василий Михайлович. А, правильно. Академия. Понятно. Понятно. Ну вот. Занимались для трехкомпонентной смеси двухкомпонентов на основе многотемпературного скоростной гидродинамики Фамин Шавалиев, вот, собственно, первое, а это вот для трехкомпонентов смеси, с разными сихими результатами. Ну, есть две работы, теоретически, где трехкомпонентная смесь считалась. Это Фамин Шавалиев-Руев и Куликов считал методом Монте-Карло с весовыми ножами. Ну, недостаток работы Фамина то, что они хвостов не считают. Гидродинамика хвостов не дает. То же самое, казалось бы, что у Монте-Карло с весовыми ножами... когда Вы говорите гидродинамика, что это означает? Ну, что у каждой точки объема есть только одна скорость? Да, это одна скорость, но у каждого компонента разные скорости, но в каждой точке одна скорость и температура. Ну, разные компоненты имеют компоненты, да? Понятно. А здесь у Вас в каждой точке частицы одного сорта могут двигаться одновременно с разными скоростьми. Да, да, да. То есть, как бы, взаимоприникающие среды. ну, это, в принципе, получают все такие два ромба, то есть, меня здесь открывать, а только здесь точность увеличить за счет того, что у меня переменные вот эти коэффициенты, которые входят в экспонент и в весовыми. Вот. Вот, собственно, вот видите, сильное разделение компонент смеси. Вот это легкий носитель гелий, да? А это вот тяжелый, это вот смесь тяжелых компонентов. Ну, формально, зато тут отношения масс 20, 1, 2, 4, ну, где-то, по-моему, это все равно, по-моему, и, ну, если для гелия серенофорта в разы. Ну, вот, она получается 2-3 длины свободного праги, а для тяжелого компонента, вы видите, получается 30. вот Вадик это и здесь разбавил гелий карбонилом молитденом на нужное разрежение и сделал свой небольшой вид, существующий прибор в сантиметрах ну, в сантиметрах я сейчас не скажу там сколько там концентрации ну, здесь публикация я пришлю потом есть публикация физико-химической кинетики это вышла работа Фортова Фортов, Зиборов и компании ну, надо было достаточно чтобы можно было экспериментировать да, 6 точек поменяли ну, это вот сильнейшее продвижение там будет словато подавать на мудрецкую древнюю часть а это вот в сравнении с методом Монтекала то есть это Куликов считал вот это вот опять же то же самое легкие компоненты средние компоненты вот тяжелые ну, вот вы смотрите здесь качество такое что вы видите не оговорился превышение вот температуры тяжелого компонента температуру оно тоже нормировано правый график это что? вот это, да? что поося? а, ну, тоже поося это нормированная температура так вот для того чтобы там тут уже наоборот получается то есть нормированная так чтобы до фронта перед фронтом нет, наоборот здесь наоборот нормированным таким фронтом что перед фронтом это 0 а за фронтом единица ну, то есть вычитается с температурой t-t1 и деленная t2-t1 ну, да это для удобства чтобы можно было легко сравнивать различные ну, вот здесь Куликов еще в наговорке считает методом Монтекала смыслом ну, результат довольно очень хорошо совпадает это для того чтобы ну, показать как в каждом деле есть, как сказать актуальность новизна ну, и сравнение методик различных правильно? то есть, учимся здесь и студенты учат а что на этих графиков надо обратить внимание? а вот на этих, да? а те, которые перед этими ну, обратите внимание что сильно разделение компонентов вот здесь у вас ну, мы делим логично да? а вот то, что там температура поднимается кажется немножко выше единицы это важно? важно я потом дальше покажу что это важно для химии здесь немножко выше, а потом я покажу где достаточно просто такой случай это я сравнивал с чужими результатами сравниваю разные методики со своей ну, человек посчитал есть публикация я думаю, о, варианте нет а мне для того, чтобы показать как ну, обоснование есть понятие обоснования плависть сравнили с экспериментом ну, то есть прошел эти сравнение методик ну, то есть вот сравнение с экспериментом это поляки делали эксперимент это гелий ксимон смесь вот по-моему да, микс шмидт шмидт в польском университете в Варшаве они проводили верно там еще компания проводили эксперименты гелий скажу я не знаю с какой астрономии но есть по-моему физикс статья делал для гелий тоже а вот поляки сделали для гелий ксимон потому что это более интересно потому что больше разделение видите смотрите здесь правда не скорость а концентрация вот вот гелий видите узкая длина то есть ширина данной волны это я говорю характерный размер 2-3 длины свободного пробега для гелий получается уже 30 длины свободного пробега я может повторяюсь но зато запомнил ну вот мы считали преимуществом вот этого подхода который мы используем мы можем использовать сложнейшие потенциалы при модели допустим Монте-Карло это проблематично то есть мы можем использовать ну реальные потенциалы которые в физике Лейнарда Джонса Штокмайера там сложнейшие потенциалы которые ну описывают реальные факты ну реальную динамику столкновения потому что пвердая сфера это такая модель ну шарики либо максимумские они в жизни таких не существуют вот здесь мы считали сравнивая с экспериментом и очень довольно хорошее совпадение с экспериментом учителя что там точность на высоту у них вот видите аномальный выброс концентрации но потом в последующих экспериментах где было уточнение к сожалению эти эксперименты не приют ну они сказали что ошибка так что вот это выброс вот это превышение единицы ну опять все эксперименты ну следующий ну это тут ну я еще ну как сказать изучали равновесную термодинамику или физику ну понятие температура это скальп но когда в неравновесных условиях понятие температуры оно уже так теряется есть мера хаотической энергии то есть берется просто температуре приписываться берется интегралы функция распределения умножается на mc квадрат пополам улт тогда вот появляется анизотропия в данной волне то есть если мы подберем формально хаотическую энергию поперек в данной волне и боль она отличается то есть температура как бы вектор вот я долго там сидели эти какие-либо прочнисты ну формально получается ну и это не мой результат это ведь получали и раньше что есть продольная поперечная температура здесь когда уже сильно неравновесные случаи то понятие температура это же она равновесная ну приписывают формально если в равновесии так же сделать то это будет интеграл функции распределения таким образом это будет обычная температура а в неравновесные появляются как бы ну собственно дальше давайте ну вот видите вот уже расчеты завершения здесь четверочка по сравнению это вот самый тяжелый компонент вот соотношение ну пожалуйста вот интересно она ведет средний компонент она сразу скакнула потом опускается ну выходит на равновесное значение тут самое интересное в эту так давайте дальше о вот еще больше ну это вот смотрите вот параллельная температура а это продольно поперек она никакой физики интересной нет вот так вы не считаете мы сравниваем собственно вот тут дальше интересные вещи энтропия да вот казалось бы ударная волна это открытая система так вот в отдельных компонентах во фронте ударной волны энтропия даже может уменьшаться получается за счет того что один компонент отбирает энергию уносительно у него он как бы получается самоорганизуется и вот это проявление вот этого как бы косвенного то что увеличивается вот у него оно отобралось энергию а потом уже естественно выходит на равновес здесь ну тоже по ростям координаты длина свободного пробега а здесь мы считали ну такие большие моменты функции распределения версткие напряжения так же верстких напряжений ну отличаются 10 пассов понятно гидродинамика кто занимается то знает вязкие напряжения ну это вот тоже вязкие напряжения вот тепловой поток тоже мы посчитали вот здесь интересно может быть общее понятие с точки зрения для всех физиков что здесь закон фика нарушается что такое ну как на компоненте в газе что тепловой поток это минус лямбл на градиент т за счет чего нарушать ну за счет того что компоненты взаимодействуют и перенос тепла происходит не только за счет градиента но и за счет вот этих разностей скоростей то есть казалось бы баловство а ну а появляется а где это важно то есть вот эти формулы уточненные допустим при обтекании разреженным газом боевых частей там спутником в верхних слоях атмосферы там не только градиент температуры надо считать но и относительную скорость компонента то есть перенос тепла не за счет такой градиентной температуры но и за счет взаимодействия ну казалось бы вот такая задачка дает интересные такие вещи вот давайте быстрее ну а потом думаю вас время наверное поджимает ну самое интересное и вообще это я вам рассказывал как бы такие вещи как бы без химии вот как про эффекты поступательной уместности даже без химии они познавательно интересны с точки зрения физика там вот эти законы по другому уже рада уточнять закон ФИКО ну а и самое интересное это естественно теория взрыва и детонации и цепных реакций вот так проводились очень много еще лет два назад начинал академик славаухин эксперимент и оказалось что вот если рассчитывать по равновесной кинетической схемам вот допустим вред воды то есть не воды а водорода и кислорода это не H2O реакция H2O плюс H2O равно H2O а это сложнейший комплекс реакций она переходит в 50 ну как правило самый простой механизм это Семенов еще предложил академик у нас тут преподавал меморрельная доска один из цепных реакций по моему доска есть но сейчас на входе везем тазгав ну да академик получил эту лоберевскую премию за счет разработки теорий цепных реакций ну естественно как раз цепные реакции идут цепные реакции как и кислород водород это не просто как мы к химии привыкли это суммарный вопрос а так 50 стадий идут довольно сложнее и вот оказывается если считать там есть схемы Бунча которые определяли константы скорости реакции есть стандарт но самая простая реакция и более интересная значимая это горение водорода детонация ну вот лет 20 назад было отмечено что в экспериментах получалось я вам говорю время задержки воспламенения на порядок на 2 меньше чем рассчитываясь по кинетическим схемам ну и так ну и инициировали ударные волны понять ничего не могли почему так ну как был эксперимент а теория как бы отдельно существовала ну а только вот буквально лет 20 назад вышло осознание что это эффект поступательной неравновесности вот и собственно впервые посчитал и вот эти эксперименты взяты из работы Фортова академика сейчас скажу это время задержки воспламенения а это температура за фронтом ударной волны то есть кривая теория вот это вот это схема а это то что считалось по моим формулам то есть в принципе вот объясняю вот видите получается задержки воспламенения на несколько порядков ну а тут достаточно вот если честь поступательную неравновесность там собственно нарабатывается электронно-возбужденный стабильный кислород который запускается ну рядом там идея какая если вот они мы записали ну это просто если у вас колебательно-возбужденный или электронный то мы берем энергию активацию вычитаем ну энергию вот колебательную или ну электронно-возбужденного молекулы или а то есть получается как бы эффективный порог реакции у вас снижен ну поэтому ну а возбуждение получается казалось бы там энергия если не учитывая поступательную неравновесность а энергия электронных цепей она достаточно высокая и 2-3 вольт и тысячи раз ясно что так должна быть поступательной неравновесности потому что энергия возбуждения тогда хотя она не велика 2-3 вольт если сравнивать с сэрлой но все равно это солидная энергия и когда возбуждается такой кислород то тогда я это очень ученый он хорошо на экспериментальной точке но они не только делали эти работы во взрыву делал самоухи потом делал из Института Семенова химической физики и довольно хорошо и у всех такое отклонение наблюдается много многие занимались но это не стоит сравнивают не с такое понятие асимметрии фронта ударной волны если взять плотность во фронте и проинтегрировать от минус бесконечности до того как плотность станет нормирована 0,5 и второй кусок разделить друг на друг то появляется несимметрия поведения но для чего это интересно потому что этот такой эффект он в следующем порядке то на него можно откалибровать насколько ты хорошо хвосты считаешь а тут куча экспериментов а с миллера вот эти треугольнички все это экспериментальные данные то что расчет по мультимодальному распределению даже качество сначала отношение меньше 1 а потом растет то есть вот такой период все остальные расчеты они не дают единственное дает метод барнета есть уравнение на листокса а следующее барнета ну там распространяется расходимость уже очень быстро при бахе 1.7 метод расходится у нас не надоело сейчас давайте разбавим ну ну это время еще есть все хорошо ну было интересно если такой эффект существует то попробовать не на химию а дальше на ядерном процессе ну если действительно настолько увеличивается скорость биокций ну я расскажу историю то есть эффект это вот там искачок температуры по сравнению с температурой дольки да ну здесь можно эти эффекты использовать не только там а бомбардировка пучком там на поверхность я вам сейчас расскажу некая интересная такая во-первых вот в штатах были проведены эксперименты брау и еще несколько групп они бомбардировали кластерами тяжелой воды стен и заметили а кластеры были энергия фиксировала 300 кэп у нас это капля только маленькая да маленькая а я сейчас скажу вот смотрите допустим один сто молекул и тысяч вот они и получилось что казалось бы если там из всяких игришь поступательных ну казалось бы если энергия фиксирована да увеличивая количество то должно падать выход нейтрон а у них пока оказалось что при опублике нейтрон стяжелая вода они бомбардировали кластерами даже заряженными кластерами разгояли бомбардировали стенку ну естественно при ударе там происходила относительность также стенка была дейтерирована то есть стенка насыщенная дейтерием по-моему титан и бомбардировали вот таким образом стены и вы получили что аномальный рост выхода нейтрона вот видите эти экспериментальные точки то есть так минерная реакция да ну 300к это же солидно если допустим 1 так это 300к так это более чем 300к это накапливание накапливание ну там они смотрели вообще 1 одну молитву 300к это уже реакция очень хорошо д д плюс вот получалось аномальное ну и долго объяснить помогли что я приму это энергия какая ну вообще 300к она заняла то есть она заняла на всю на всю на всю вот получилось что все увеличивает эксперимент там же детективная история сначала группа широко рекламировала эти результаты потом эти результаты повторили независимо и более чистый эксперимент потом они разоблачительную статью короткую написали что вроде бы ничего и исчезли я вот после этих фамилий не нашел нигде казалось бы можно было бы ожидать что если энергия постоянно на классе то с роста числа молекул в классе интенсивность процесса должна попасть потому что меньше достается энергии ну вот смотрите вы правы если считать на основе этих равновесных теорий а вот это то что реально получается это точка эксперимента это вот первый расчет а это вот а это вот то что вы говорите вот оно и вкладывает на самом деле ну эксперимент показывает вот так я же не сам придумал то есть сперва растет уже только потом да и все получается ну была такая некая безумная мысль использовать это ну для создания ядерного детонационного двигателя то есть есть Калифорний элемент Калифорний 252 у него аномальная маленькая критическая масса около 2 но это все равно было если чуть ли сработает тренировый эквивалент где-то 20 ну так как идея существует полет на дальнюю планету солнечной системы ну идея это не нова я собственно использовал книга Ракобольская ядерная физика это вот так в чем заключается я сейчас расскажу пучок кластеров ну там не кластеров а пучок ядер дейтерия бомбардировал неодиевую пластинку ну экстремент поставил барзамаси и печатники делали бомбардировали пластинку направленный пучок и получалось когда направленный пучок то реакция происходит такая что вторичные нейтроны сохраняют вот ну где-то с небольшим отклонением то же самое направление как бы реакция срыва например то есть если допустим у вас движется вот пучок допустим ядерная физика дейтерия бомбардировал неодиевую пластинку ну насыщенно прям тем же самым дейтерия не обе хорошо поглощают дейтерию либо дейтерию ну у вас получается вторичный петон дейтериум он довольно высоком тоже охландии с небольшим он сохраняет дейтерию это интересный эффект и мы собственно используя вот предыдущие как сказать вот эти разработки американцев ну как бы приложили некую модель вот такого ядерно-детонационного двигателя ну это была идея давно что там взрываются бомбы но когда вы взрываете бомбу далеко у вас у малой энергии толкает ракета она даже в корпусе есть патент это можно посмотреть почитать патент на мой сайт этот патент называется космическо-энергетическое установлено ну тут правда не видно тут я правда на предыдущем рассказывал насчет пористых веществ ударных оказывается что пористые материалы очень хорошо поглощают ударные детонационные волны и поэтому поэтому здесь ну тут такая модель где я сейчас нарисую для этого такая вот здесь вот у вас то есть и лед здесь вот обыкновение здесь ядерон халифорния а здесь вот это устройство которое фокусирует нейтронность и здесь получается если цепная реакция еще раз скажу сильного она зависит скорость развития от начального числа радикалов здесь в данном случае для делящихся материалов радикалами является нейтрон и собственно если интенсивный пучок нейтрон опускается то реакция может быть существенно под критическим режимом то есть нужно для того чтобы произошла детонация вам не 2 грамма а там доля грамма а нам здесь это и нужно чтобы не разнесло камеру с горбой полистый лед служит для защиты стенок это мы сейчас даже проводили эксперимент вы помните это здесь у нас на христике был случай взорвался трансформат на подстанции ну и мы разрабатывали для защиты стенок как раз скористый материал здесь ну даже эксперимент взрыв проводили ну в десять там пятнадцать раз снижается интенсивность давления скористого материала а здесь еще больше получается так что в скористой среде скорость нарастания ударной волны гораздо можно подобрать концентрацию что скорость нарастания гораздо меньше чем в чистом доме а здесь у нас плавно и вот туда была волна пошла сюда и сюда здесь она быстро находит а здесь плавно она отразилась идет уже волна разряжения и она догоняет вот эту волну которая первоначально может двигаться вот таким образом стенки не разрушаются она поступает здесь как по-моему человек предлагал такую конструкцию электроактивную дверь происходит струя жидкого металла потом взрывается и таким образом движется ну здесь похоже только у меня струя жидкого металла вот такие колбаски следующее использовали что это важно это что лед я сейчас покажу здесь еще такая вещь очень такая крутая вот оказывается в детернационном если обычной реактивной сотне то внутренний импус у него единица на корень из молекулярного мяса ну пропорционально а при взрывном детернационном вверхе у него это внутренний импус как единица кроме четверт из молекулярной массы поэтому в обычных реактивных медведей почему самый высокий удержный импульс водородом пользуется потому что скорость у него молекулярный вес маленький и удержный импульс большой а когда взрывные могут в четвертой степени то можно уже слабо зависеть от молекулярного веса ну высокой показатель дружной степени поэтому вместо водорода допустим обычной схемой ядерного двигателя это работает ядерный реактор твердой или газофазы прискивается жидкий водород и он толкает тракет проблема обычного ядерного двигателя как бы казалось в космосе там все хорошо сброс избыточного тепла в космосе то есть там огромные панели для того чтобы пропускать носитель и сбрасывать за счет сигма в космосе здесь такого не надо тут все там вылетает ну вот такие вроде бы казалось баллы поэтому взрывали ну ладно я вас пугать не буду аналогичные же эффекты наблюдаются в жидких средах то есть я покажу что мы решали на обновлении НСКО оказывается в жидкости когда слабое взаимодействие играет в силы дальнего порядка то есть там довольно сложный потенциал Леонарда Джонса но когда ударная волна то дальним порядком при столкновении частиц можно пренебречь когда сильное взаимодействие не только отталкивает потенциал это серьезно упрощает расчеты потому что в настоящее время теории жидкости как бы собственник Френкель там пытался что-то делать ну так и нет но если участвовать повезло что в ударной волне можно только сильное взаимодействие отталкивать так поэтому можно решать я чрезвычайно плотный жидкость рассматриваю и смотреть уравнение ну я воспугать не буду там страшные парно-коррельционные функции ну целая кухня и вот полученный конечный результат если есть публикация у меня там две или три публикации одна в химической физике одна в ТВТ и еще где-то так если словами то в чем результат тоже получается что скорость физико-химических превращений увеличится я сейчас покажу тут к сожалению таблицы нет ну давайте я вас давайте вот смотрите вот если по формуле аинусы считать вот получается это отношение вот что у нас здесь отношение к логарифу отношение константной скорости за ударной волной ну к текущей ну за ударной волной по равновесной теории так как температура растет монотонно должна быть скорость максимальная а это вот тоже отношение константной скорости за ударной волной к текущей если вот рассчитывать с учетом поступательного ну вы видите чудовищное отличие 20 порядков и это удивляться нельзя потому что смотрите ударная волна это узкая зона жизнь одно два столкновения если энергии не будет реакции какая-то реакция ну там я еще хочу сказать что энергии недостаточно и это необходимое но недостаточное условие протекания реакции в один удар есть еще такая теория неодиапатических столкновений то есть сосечение реакции должно быть ну стерический фактор ориентационный достаточно высоким чтобы реакция проходила в один удар либо с вероятностью какой-то там ну получается так что там стерический фактор вводится ну то есть реакция если она произойдет если там понимаете молекулы должны в химии проходить то не каждое столкновение приводит как сказать к химической реакции вот допустим даже примитивная реакция допустим Y2 плюс H2 ну во всех учебниках в генетике есть вот так вот если молекула водорода H2 и Y Y вот вот самая такая простая одна из самых простейших на которой там в генетике смерть теории цикле Херкса так вот если вот так сближается да реакция идет если как контакты будут делать то есть даже при большой энергии они отталкиваются ведут как уплыли поэтому вводится вероятность прохождение реакции ну понятно вероятность то есть не каждое столкновение может привезти но сечение должно быть как бы большим иначе есть нет либо я все хочу сказать я не буду гибли у вас теория столкновения довольно такая ну то значит вот давайте по простому в принципе вывод был какой поступательная неравновесность может давать достаточное число радикалов для того чтобы запустить цепной лавинообразный механизм ну просто либо взрывной допустим детонацию либо цепные реакции где допустим нарабатывается одна десятая процента радикалов от общего числа реагента но этого достаточно чтобы сократить время на два-три порядка цепного лавинообразного процесса там запустил активный центр и дальше реакция сама разгоняется разогревается ну а дальше уже она по стандартному механизму то же самое и взрыв если допустим инициировали ударной волной образовались активные центры а дальше цепным механизмом развивается уже детонация взрыва интересно вот таких цепных механизмов лавинообразных ну тут я может не буду сказать у вас ну я тут к сожалению эта таблица исчезла ну был ученый так и дремен профессор из Чернововского института который занимался взрывными процессами и он смотрел воздействие ударных волн на бензин ну и мне было интересно сравнить его результаты экспериментально с тем что он считал насчет поступательной неравновистности ну и оказалось результаты очень хорошие вы представляете там махи ну у них к сожалению махи довольно небольшие там для воды там скорость 3 км в секунду это очень слабая ударная волна потому что для бензона вот скорость звука в воде 1480 метров в секунду если скорость ударной волны разделить на скорость звука за фронтом температура почти что комнат а разваливается бензольное кольцо в бензольном кольце связь двойная она где-то там она в бензольном кольце она полутора она считается связь там хитро расположена где-то там получается несколько электрон вольт на двойную с 3-4 вы представляете там комнатная температура тут уже цепочка причем это что получались вот эти молекулы было ароматическим для водорода поставлены таким образом он посчитав что на основе выступательной неравновесности получил все это а для чего это деятельность бензола потому что бензол он является основой логины матрица бензол является куча других вариантом является матрица бензолчатых веществ ну тут еще я в двух ипостасях выступаю наверное будет интересно мы еще это я уже сам эксперименты делали ну была у нас тима она открытая значит а то я уж не знал было в ифтане ну идея была такая с помощью взрывов обжать поиски тяжелого вода с кузельками дейтерия и обжать взрывы ну и собственно там конечно взрыв хилый но выход был довольно значительный вот я к сожалению здесь стерла с таблицей но мы в выпуске получали 10-8 10-10 это нетрон ну взрыв это почти как лучших пинч установить на пинч пинч там ну я не знаю больше поддержки этих работ то нет и мы эту работу прекратили а так идея какая была мы нейтрон регистрировали индий у него довольно высокое сечение захвата нейтрона ну а затем он это называется активационный метод а потом допустим после взрыва этот индий там была лаборатория за 50 метров ну вот места тут народов не было ну туда в подвале там был гамма-спектрометр прилепляли этот индий ну и смотрели там количество сколько за счет религиеновского излучения потому что он активируется а потом религиеновское гамма излучение а затем гамма излучение и гамма-спектрометр смотрели какое количество сколько захватили ну где-то мы получали в телесном угле 4К ну где-то 10 ну до 10-10 уже ну собственно я потом это дело как сказать и обсчитывал с точки зрения поступателей если бы не было вот таких эффектов конечно бы такого выхода естественно не было я вас не утомил а так я вам скажу что эти эффекты проявляются в твердом состоянии потому что была маленькая заметочка в гранале химической физики в этом Арзамасе 16 сейчас Снежин не 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 Снежин ну проводили они тоже взрывчатками заниматься и вот они тоже на счет этих поступателей не равнист правда заметочка была в виде грантского сообщения что твердое тело не считал только жидкость считал газ плазма плазма тоже все равно работает все эти эффекты плазмы еще более интересны потому что там отношение масс еще больше получается там еще более интересны ну собственно в режиме такое что в принципе вот эти эффекты до конца конечно почему вот так получается у меня даже это беру но если нет пока решения тупо подставляют ну не тупо то конечно приходится много повозить потому что там сложнейшие техники расчеты ну это можно ознакомиться это каждый вот кусок это большая работа начиная плотные газы там газовые смеси это отдельная огромная работа ну самое интересное резюме что для газовых смесей да получается так что чем больше отношения массы тем больше разделений проявляются вот эти эффекты многократно сильнее чем и однокомпонентного газа хотя и в однокомпонентном газе тоже существует все это ну как бы разделение масс для усиления всех эффектов потом следующее ну что это важно для цепных лавинообразных процессов не важно какой химической природы либо там ионизация либо ядерная реакция все это можно как бы ну там изначально конечно если ядерная реакция надо и энергию может иначе не пойду но хвосты там играют в свою серьезную изменение без этого там ничего бы не было ну вот наверное ну в основном так вот я изложил так если вопросы будут ну там давайте поблагодарим докладчику может быть прежде чем вопрос я хотел бы чуть-чуть из некоторых моментов прокомментировать значит первое вот что можно из этого доклада извлечь по учителю это вот очень наглядная иллюстрация ограниченности равновесной термодинамики да что мы привыкли к тому что есть температура есть давление есть там другие термодинамические параметры на самом деле в природе этих параметров нет это некие приближения то есть часто ну точнее часто в тех случаях с которыми мы предпочитаем иметь дело эти приближения работают наверное но может быть даже правильнее сказать что эти приближения часто работают не потому что они работают почти всегда потому что мы умеем решать главным образом в этих приближениях и тогда как реально почти все в той или иной степени неравновесно то есть мы никогда не дожидаемся полного термодинамического равновесия в этой аудитории температуры тоже нет одна температура у воздуха другая температура у парты третья температура у светового излучения которая существенно отличается от температуры воздуха лампочка то что вот мы тут живые ходим это тоже очень существенная неравновесность потому что понятно в термодинамическом равновесии жизни не бывает значит ну и как вот мы обычно привыкаем переходить от равновесности к неравновесности разбивая большую систему на маленькие подсистемки в каждой из которых термодинамическое равновесие почти есть тут тоже есть целая реакторность потому что что такое подсистема подсистему можно понимать и выделять очень по-разному значит как правило интуитивно мы предполагаем что вот выделили объемчик в среде вот это вот есть маленькая подсистемка которая почти в термодинамическом равновесии которая взаимодействует с другими у которых чуть-чуть другие параметры чуть-чуть другое давление чуть-чуть другая температура и так далее ну возможно гораздо более хитрые ситуации ну начиная с того что вот скажем есть газ у этого газа есть атомные атомные ядра у этих атомных ядер есть могут быть спины и спины этих атомных ядер с самим этим газом могут практически не взаимодействовать и когда скажем про ставят эксперименты или исследования с помощью там ядерного магнитного резонанса то здесь как раз используется то что ядро его спины практически не взаимодействует с тем как это ядро движется как частицы в данном случае вот тоже вот мы имеем ситуацию когда системы разделены не геометрически а более хитрым образом то есть вот идет ударная волна там несколько разных газов значит можно выделять в качестве подсистем отдельные газы то что вот такое вот много горбое распределение это означает что в качестве подсистем неким естественным образом выделяются какие-то наборы молекул одного и того же газа причем эти наборы молекул занимают один и тот же объем то что есть разная температура вдоль и поперек ударной волны это значит что в каком-то смысле к разным подсистемам относятся степени свободы отвечающие за движение вдоль фронта параллельно фронта и поперек фронта в направлении его движения хотя это могут быть степени свободы относящиеся к одной и той же молекуле значит это вот первая часть комментария термодинамическая вторая часть комментария что это также иллюстрирует ограниченность дифференциальных уравнений что вот ударная волна ну это в общем-то в нулевом приближении это ступенька и если вам приходилось ну не знаю там по информатике или там по математике ступеньку приближать разлагать ее по каким-нибудь гладким функциям по фурьере по каким-нибудь полиновым то почти всегда у вас в окрестностях вот этого скачка ряд сходился хуже чем вдали скачка в окрестностях скачка там были какие-то там быстрые осцилляции может быть очень большие по амплитуде которые нам всю эту картину портят если замазать немножко вот потом эту функцию размазать чуть-чуть усреднить то получалось уже лучше такой числитель и делают когда ими рассчитают они вводят эффективную вязкость вот да а тут ведь природа то она вовсе не обязана следовать нашим гладким дифференциальным представлениям сама среда дискретно там бегают отдельные молекулы и уравнение кинетики это не дифференциальные уравнения это интегры дифференциальные уравнения которые в общем-то допускают по сравнению с дифференциальными уравнениями нечто что можно воспринимать как дальнодействие может быть не столько дальнодействие по координатису но сколько дальнодействие по скорости когда в одной точке взаимодействуют частицы с разными скоростями то в фазовом пространстве это дальнодействие и вот в общем-то тут мы видим что-то в природе очень похожее вот на те неустойчивости которые мы наблюдаем разлагая ступень например в ряд фурии тут тоже в окрестностях этой ступеньки параметры ведут себя нехорошо сильно осциллируют значение в данной точке могут от ожидаемых гладких для хорошей ступеньки значений отличаться в разы но пренебречь этим мы уже не имеем у нас уже нет сколь угодно мелких масштабов потому что у нас дискретные атомы молекулы у нас сильно нелинейная зависимость скорости разных процессов от температуры зависимость очень сильная и поэтому поскольку зависимость нелинейная подогрела их где-то в очень узком диапазоне в десять раз по сравнению с тем что ожидали и этот тоненький слой поджег реакцию и мы уже видим что то что мы могли бы считать мусором и издержками каких-то счетных алгоритмов это и есть эффект так что вот и на этом я наверное по своему комментарии закончил бы и предъявил задавать вопросы может быть у кого-то есть другие примерно какая температура вы говорили на волне перед фронтом 6 тысяч градусов значит температура холодная фронт движется за фронтами вызывали 6 тысяч температура активации 80 тысяч а какая на фронте примерно вот смотрите вот допустим 6 мартов да газ аргон делает эксперимент вносим отстанет институт механизмов и 6000 градусов в аргоне а в аргоне энергия ионизации 15 электронгольт получается что 6 тысяч 15 электронгольт из электронгольт ну это 175 тысяч градусов то есть в принципе реакции ионизации никакой это я понял а сколько получается за счет то есть не хватает примерно 30 а да 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 эффективно ну получается так где-то 150 тысяч близко близко ну иначе ничего не было потому что ударная волна в аргоне это одно два столкновения одно столкновение есть одно столкновение за это в тонком слое должно произойти либо реакция либо что вышло из этой зоны то есть эффективная энергия как считается значит там заведование естественно а как эффективная температура считается я эффективная температура вот это отклонение от закона неравновесных приравнивается а реневсов так сказать что бы было бы если бы там понятие вот этой формы зависимости нужно посмотреть там собственно температура температура как-то как-то входит вот эти парциальные как бы компоненты для ну это отдельные это дур я понял спасибо приравнивается неравновесные и равновесные ну и считается неринейное уравнение вот эффективное что бы было бы если бы что по закону о реневсов но если бы тут некоратура ну так я знаю эффективно решить цифровать а может закон о реневсов и может посмотреть публикации может быть вообще закон о реневсов ну понимаете все люди спрашивают какова 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 должна была быть температура тут же спросил эффективно если бы ну подвести температуру как таково нет ну делай это вот так по нормальному приему это не будет придумано обратную задачу решает как если бы подтекал по закону хотя там закон есть когда вы говорили там 30 длин свободного промежа то тут наверное можно уже и температуру можно да вы знаете вот Фомин засчитал много температурной скоростной гидрогазодинамикой у них получалось результат плохой для легкого газа потому что ну какая гидродинамика на 2-3 длина свободного пробега а чем больше отношение вас тем результат лучше совпадал с моими и с монтеками вот а какие собственно скорости мальчик ну это зависит на тепловые скорости это зависит же ну допустим если допустим для водорода там 1200 метров в секунду или по-моему 1200 метров тепловая или нормальная температура а волны эти бегают они со скоростью больше или меньше чем выше естественно то есть характерный характерный параметр это как сказать ударная волна она превышает несколько раз скорость звука то есть вопрос такой может ли этот наговор распределения возникать за счет многократного взаимодействия частиц с фронтом а вполне возможно что то там как бы вы знаете стоячая волна она как бы потому что ударная волна она же как сказать через ударную волну перейти нельзя то есть ты либо попадаешь в одну зону а обратно набегающий поток не может на ней возможно получается как как стенка вот идет скорость звука она как бы отражается от стенки ну и получается типа стоячей волны ограниченном мы же не можем там бесконечно ну так-то затухает вот эта стоячая волна на некотором расстоянии вот хорошая идея ну много проработок теоретиками не просто времени заниматься хорошо значит я небольшое замечание делаю значит замечание из трех с первое ну поскольку здесь температуры нет все привыкли к понятию температуры может просто будет честнее называть это энергия атома и все ну например 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 да это энергия это не температура нет а люди привыкли к температуре и энергия атомы неправильно называют температуру второе замечание о появлении этих длинных я спрашиваю механизм развода же один есть он довольно элементарный вот два шара одинаковых один летел так так один летел так давайте вот там а другой летел вот так после удара этот остановился значит этот полетел сюда а касательную скорость сохранил в результате идет повречение скорости в корень из двух раз и таким образом среди этих штуров могут потом это встретиться с таким же быстрым и в результате механизм раскачки скорости он существует он совершенно элементарный но он есть то есть они разгоняют друг друга ударами то есть хвосты это появляться должны а третье замечание значит носит философский характер совершенно вот какое что фистехов и вообще ученый мир приучают направлено приучают и настойчиво приучают к тому что методы точных наук неприменимы к наукам так называемым гуманитарным ну а я их называю к людоведению и общество ведения так неприменимы и на эту точку зрения стоят многие крупные авторитеты сейчас у нас есть такой математик Академик Шуфаревич сейчас с ним немножко общался и вот церковные группы считают почему почему методы точной науки они вот ну физики химии биологии неприменимы открытым видением почему потому что вот в процессах происходящих с людьми и с обществом бывают чудеса ну например цитирует того же Шуфаревича Игорь Ростиславовича что вот разгром нету под Москвой когда казалось что все уже про это Жанна Дарк по-моему здесь никакой непроходимой границы нет а вот эту Жанна Дарк вот этот самый вот разгром нету под Москвой там появление Христа это те же хвосты это просто хвосты распределения которые собственно говоря и зажигают эти необычные для человека реакции поэтому вот я предлагаю на гуманитарном цикле и подходить к истории и прочим процессам психологическим учитывая тем что вот редкие частицы возникают на хвостах они в собственно истории ну кроме того один из основных моментов следующего доклада не доверять средним величинам не доверять каким средним величинам а да в обществоведении тоже является гуманитарным ну совершенно верно но вот этот бордер надо снимать значит надо снимать хвосты возникают вот там вот есть такие особые частицы они собственно и делают нашу жизнь то есть нет я хочу сказать что гуманитарному тоже гуманитарному не надо она работает в свою область ну да не потому что вы знаете это можно выяснить что это то есть я хорошо работать глав заключение насчет температуры может быть ну это сложившийся СНЭР углубление слов ну может быть да согласен вот тогда у меня все если вопрос вопрос а вот а можете в двух словах спросить в чем особенность вашего места за счет что преимущество ну я фактически преимущество то что я использовал вот модельное распределение фактически как бы представляет как бы уже пользуясь тем что бертво считал у меня для меня уже человек прошел вот он считал вот прямым статистическим моделиром я об этом говорил то есть упрямо тупо вот эти шары вот и вот у него все получилось когда ребята стали здесь в России я объяснял что боролись с кибернетикой и все нас стали вычислить ну вычислительные техники у них были клеи а у нас были нам пришлось здесь придумывать ученые в основном задачи практики она весовые множители а потом все забыли уже про то что там ввели весовые множители уже и машины хорошие по привычке считают так так поэтому этих хвостов нет а я фактически использовал ну посмотрел вот так получается ну вот то что мы здесь мультимодальное распределение подставим решение тем более чтобы есть теоретические работы теоремы доказаны где есть показано что вот эти мультимодальные распределения ну в среднем сходятся к точному решению в оболе округа ну единственное решение точное ну нетривиальное решение уравнения к больцам оно сложно дифференциально в общем виде либо приближенно считается там целая точка методов либо тупо численные разностные методы на распределение методом интегралы получается 8-кратные интегралы а вот это не только 6-ти кратные только можно методом мантэкарма считать все равно тот или иной метод интегрированный ну есть и разностные методы но сейчас потом мантэкарма считается ну я сказал что используя мультимодальные распределение, но идея мультипократного распределения получил это методом численного экстремента я просто использовал результаты искал решение не прямое, а решение портил именно в таком хотя есть, еще раз подчеркиваю есть серьезные теоретические математические работы, которые показывают что это решение действительно имеет место и хорошо с самого начала искали вот такие вот с многими разработчиками, ну естественно взял вот это, есть работы Ленинградской школы Энгер в математике, они вот разбивают вот эту математическую теорию решения уравнения Больфина в виде бесконечных ну вот так вот, чем лучше ну а вот вот это для хвосту для эффекта, который я, в чем я еще, может, не упустил момент в чем интрига тоже была что ни один метод численный не позволял допустим, посчитать вот эту аномалию с Оргой Оргой, вроде бы, однокампоможий раз, но для однокампоможий если для смесей с различающейся массой еще получалось методом Монтикаловича то для одинаковых частиц это не получалось, начинались там бредовые идеи мы хотим вот до того, что то есть, что сечение реакции много больше газа кинетической за это надо додуматься ну, чтоб как-то, как бы, одеснить вот эту аномалию иначе, что концы с концами не сходятся ну, тут бы, это модельное распределение ну, это отдельно там тоже своя кухня, там, граничные условия проблемы замыкания с элогими вот ну, для однокомпонентного газа удалось объяснить вот и для газов с близкими массами эксперименты Соломонкина, Гельфорда износило вот, который там от реализации аргона потом взрыв гремучей смеси которым это было не отличие вот, что получилось в отношении дроби просто для однокомпонентного газа просто никто это не делал ну, не получается ну, и то для смеси тоже вот Бартыкало Серёга Куликов считает но абсолютных величин выхода реакции он не может только относительно потому что там ну, не хватает точности нет как я же уже сказал что Бартыкало с весовыми множителями он ну не даёт вот этих дальних восторг хотя, им кажется, что получается ну, абсолютного выхода реакции вот я, наверное, единственная абсолютного выхода реакции по счету ну, есть цифры ну, просто и сравнение с экспериментом неплохое там, к сожалению таблицу там ну, я показывал эксперименты это, например Фортова потом Дрёбин взрывник работал с этим с Бельзоном очень хорошее с экспериментом совпадение той точностью в которой решение вопросов да если можно обозначить, пожалуйста проблемы основные проблемы и нервновесных поступательных нервновесных и как сказать Ваше представление о том, как мы дальше будут развиваться я не знаю знаете значит дело в том, что уже получается так что у нас вот академия наук было раньше были отраслевые институты да промышленность была там газовая потом нефтяная потом химическая и были эти институты отраслевые а они связаны с промышленностью а сейчас отраслевых институтов развалились и получался разрыв фундаментальной академической науки с конкретной жизни просто скажу мне пришла на лицензию к работе Государственной Думы где установку с использованием вот этих эффектов уже делают люди они делают это для разводки нефти ударные волны обрабатывают нефть и и есть нефть высокопарафинистая ну то есть тяжелую нефть ее транспортировать казалось бы вот баловскую ударная волна серьезно решает задачи то есть для того чтобы транспортировать нефть тяжелая нефть не идет по трубам а легкая мало мало меньше а асфальтовые нефти парафинистые там высокомолекулярные соединения и ударная волна позволяет разрывать эти цели я думаю весьма удивлен в академии еще бурно до появления работы Вани Казани нефть 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 а они подали на государственную премию попала работа форту естественно форту отдал сон сон отдал на рецепт и действительно удивился тут споры копья ломают сердечные приступы людей есть или нет нефть это дополнительные экспериментальные работы а тут уже люди методов втыка на это делали и государство мэр естественно дал положительные получили по-моему в калорий для развода причем очень хорошо разговаривать а вот эти цепи во-первых транспортировка и обстановка маленькая это около каждой скважины поставил и дальше разогнал вязкость и на МПЗ пожалуйста дальше ну нефтепереработающий так что бывают такие курьезы что от рынка произошло от страшного ну от жизни раньше было потому что были отраслевые институты и мы все время с ними работаем отраслевые фундаментальная наука она как бы приближалась к практике и сейчас я собираюсь немножко ну вот так вот дальше и это остановиться если вопрос следует еще а как казалось вроде там что там вот такие серьезные позволяют практике задачи решать их за что это а